Глава шестая, часть вторая. Правитель народа Муава, решив заполучить вожделенный царский трон, резко изменил политику, открыл границы своей небольшой страны, лежавшей на перепутье торговых путей, в том числе знаменитой царской дороги. И многие верблюжьи караваны, так и не дошагав по пустынным тропам до Египта, сворачивали в столичный Кир Муав. И прослышала Наоми, что и для еврейских соседей открыл рубежи Муав. Все свободные площади вокруг царского дворца и центрального рынка были наводнены торговцами. Из Вавилона и Сирии, Кипра и Египта, Иудеи и Самарии. Богатые купцы приезжали на верблюдах, те, что победнее, добирались на ослах или пешком. Человеческая речь, крикливая и разноязычная, перемешиваясь с ораньем ослов и верблюдов, с блением овец и кудахтаньем куриным, с рассвета и до поздней ночи перекатывается над столицей земли Муава. В разгаре оживленная торговля лошадьми, крупным и мелким рогатым скотом, вокруг повозок с модной одеждой, яркими тканями, керамической посудой толпятся молодые моовитянки. Их и зазывать не надо. Неподалеку торгуют драгоценностями и женскими украшениями. Последний крик моды из Египта. Торговцы уже знают, приближается еврейский праздник Песах. И в нешумных бокалейных рядах предлагают всякого рода пряности и приправы. В первую очередь сюда и направилась Наоми. Выгоревшую на солнце шаль закутана голова, лишь узкая щель для глаз. Длиннополое темное платье, множество раз стиранное, истоптанные сандалии на босу ногу. В тряпичной сумке для продажи несколько фаянсовых тарелок, последние оставшиеся из ее некогда богатого дома. Не желая маячить на глазах, время от времени Наоми приближается к палаткам с праздничными пряностями. Но тут же отходит, страшась, что узнают ее толпящиеся вокруг евреи. Ужель неосознанно несет какую-то вину на себе? Еще издалека в разноголосой рыночной толпе услышала Наоми родную речь, гортанную, напевную, ни на какую другую не похожую. И заколотилось сердце, и побежала женщина, будто откликнулась на голос крови. И увидела, и догадалась Наоми. Неожиданно встретились два еврея. Смотрятся молодцами. Высокие, плечистые, закутанные в молитвенные покрывала. Один из Хеврона, Черноборот, другой из Бет-Лехема, Огненно-Рыжий. Обнялись, расцеловались, похлопали друг друга по плечам. Какими судьбами нафтали, спрашивает тот, что из Хеврона. Остались излишки семенного ячменя Аминодав. После сева, последки, и сужу по новым всходам. Щедрый урожай не за горами, Отзывается его бет-Лехемский знакомец. А ты с чем? Привез товар для продажи, И к Песаху приправ закупить попросили соседи. Весело размахивая руками, Улыбается смущенно. Да и жена на платье материи, Непременно модной, к празднику пожелала. Отчего не угодить жене? Десять лет тому назад Хупу нам Боаз поставил. А благоверная, с Божьей помощью, Из года в год сыновей рожает, Как саженцы виноградные, Числом к миньяну приближаются. Мазал то, вдруг мой нафтали, Вновь обнимает его товарищ, И глаза радостью светятся. Смотрю я ныне на цветущую землю Иудеи, На зеленые горы ее и долины, На поля и виноградники. Глазам не верю, Так расцвела земля за последние годы. Помянул Господь народ свой, И дает дожди земле нашей в срок. Дождь после сева, И дождь перед жатвой, И собираем мы свой хлеб, И вино свое, И масло своих, олив, И траву на поле своем, Для скота своего. Содеял он не ради имени своего, Не устает объяснять Боаз. Ради народа содеял, Который исправил поступки свои, И удостоился тем помятования, Что мы, евреи, Являемся его народом, И его уделом. Только благодаря Боазу и его другу Ноаху, Верному помощнику его, Смогли мы исправить свои грехи, Взволнованно произносит Нафтали дорогие имена, А великий Боаз, Хоть и судья теперь над всей Иудеей, Не возгордился, Остался простым и скромным, Словно, Нафтали ненадолго задумался, Словно Машера Бейну. Поля вокруг беет лехима, Ячменем и пшеницей засевает, Их и зовет народ полями Боаза, И работа есть у всех, И щедро урожаем расплачивается, И у самого закрома доверху наполнены. А я... Рожебородый поперхнулся, Боаза едва не убил, Был за мной грех, Но покаялся я, Всей душой повинился, Принес жертву в храме в шило. «Будь здоров, Нафтали!» Тронул его за плечо Аминодав. «Не забудь пригласить на бритмилу Следующего сына! Весь наш хеврон приведу к тебе!» И разбежались земляки в разные стороны. Ног под собой не чуя, Торопилась Наоми с рынка, Захлебываясь от радости, От желания немедленно поделиться услышанным, И вдруг остановилась, как вкопанная. Ни с кем ей делиться! Эль-Мелех и мальчики не дождались, Не помянул их Господь, Сыновей Иудеи благословляя. Никто, даже Руд, Душа близкая не поймет ее. Не для других народов сказано, Когда сыны Израиля того заслуживают, Он делает это ради народа своего И своего удела. Когда же мы, евреи, этого не заслуживаем, Он делает это ради своего великого имени. И так на все поколения.